Как известно, исследовательским центром в городе Чебоксары были проведены работы по изучению и оптимизации транспортной сети. Обследование проводилось с помощью видеокамер непосредственно в транспортных средствах с использованием датчиков подсчёта пассажиров, а также соцопроса горожан. В целом, в ходе проведения оптимизации маршрутной сети, институтам были выработаны следующие предложения. Это закрытие 20 маршрутов, изменение трасс 18 маршрутов, организация одного нового троллейбусного маршрута. Предлагаемый институтом вариант оптимизации транспортной сети предлагает постепенное снижение количества с 756 до 532 транспортных средств и переход с автобусов малой вместимости на средние и большие вместимости. Позволить нашему городу, первое, снизить уровень дублирования городских маршрутов с 28 до 19 в центральной части города. Второе, привести плотность маршрутной сети к нормативным требованиям с 6,4 до 4,3 км на квадратный километр. Третье, перейти на использование подвижного состава от малого к среднему и большому до 36% автобусов, что приведёт к снижению транспортной загрузки дорожной сети и повышению уровня безопасности пассажиров. Четвёртое, повысить объём перевозок по троллейбусным маршрутам на 21%, что приведёт к повышению устойчивости работы муниципального пассажирского транспорта и улучшению экологической ситуации в городе. И, наконец, пятое, обновить парк подвижного состава до 32%, что приведёт к повышению привлекательности пассажирского транспорта и качества транспортного обслуживания горожан. Но горожане обеспокоены предстоящими переменами, ведь многие лишатся единственного транспорта передвижения. Поэтому каждый район города активно ведёт борьбу за свой транспорт. Постоянные пользователи одного только 63-го маршрута собрали уже 3000 подписей. Но в администрации обещают, что ни один район не останется без средства передвижения. Он же не может остаться без транспортного обеспечения в любом случае. Если отменяется какой-то маршрут, значит на его место будет предложено что-то другое. Конечно. И, возможно, оно будет даже лучшим решением, чем существующим. На каждую отмену или изменение маршрута будет научное обоснование института. Институт – это очень серьёзная организация, которая на этом рынке давно работает. И, естественно, все вот эти нюансы, все потоки, которыми располагает наш город, они это будут учитывать. 27 июня по 6 июля по проекту проводились публичные слушания. И горожане могли высказывать своё мнение по данному вопросу. На сегодняшний день заявки по-прежнему принимаются, но только в рамках информирования. Предложения не принимаются в рамках оценки регулирующего воздействия. Но в любом случае горожане могут обращаться в текущем порядке к нам за объяснением или разъяснением теми или иными. В настоящее время документ планирования находится на стадии утверждения. Поступившие предложения будут рассмотрены совместно с научно-исследовательским и проектным институтом территориального развития транспортной инфраструктуры. Окончательное решение объявят в конце июля этого года. Анастасия Соколикова, Андрей Орлов. Жизнь столицы.